Подготовка к новогодней кампании вышла на финишную прямую. Как только ударят морозы и толщина льда на озерах достигнет 25 сантиметров, начнется строительство ледовых городков. О том, какие сюжеты лягут в основу ледяных композиций, расскажет Юлия Никифорова. Она побывала на заседании Оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. Традиционно, самый главный вопрос подготовки к началу новогодней кампании – это строительство ледовых городков. Представители организации, которые будут заниматься этой работой, приоткрыли секрет. Рассказали, какие ледяные фигуры мы увидим в этом году. Горка большая будет стилизована под новогодний подарок с раскрытым скатом, из которого конфеты, шоколадки, мандарины. Это все будет с подсветкой. И в центре будут сани, Дед Мороз, Снегурочка на повозке собак. Ледяные собаки, пообещали строители, будут во всех городках. Следуя мировой тенденции смешения различных культурных традиций, организаторы праздника включили символы Восточного Нового Года в ледяные композиции вместе с традиционными героями русских сказок. Сквер Металлургов мы увидим в сказке Александра Сергеевича Пушкина, основное направление, а сквер Бориса Ручева, там будут завязаны басни Крылова. В этом году мы также свою ведем такую некую программу, переходим от деревянных горок на более безопасные, на именно заводского изготовления. И в этом году на сквере Бориса Ручева и также на гортеатре будут установлены фабричные горки без поворот, прямо направленные. Согласно планам оргкомитета, строительство ледовых городков, независимо от погодных условий, должно быть закончено к 25 декабря.